Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев. Недавно состоялась презентация нового Skoda Superb, и я, как обычно, сидел и думал, делать мне на него обзор или не делать. Но зайду с козырей. Во-первых, опубликованы цены на чешском сайте, и, правда, на двигателе 2 литра 150 сил TDI, но, тем не менее, и в переводе на наши деньги получается, что базовая версия стоит чуть больше 4 миллионов рублей, а полная версия Lowring Clement со всеми возможными допами, которые я посчитал, получается где-то 6,5 миллионов рублей. И, как вы, вероятно, уже знаете, Skoda стартует в Казахстане, то есть там открывается собственное производство, а с Казахстаном у нас, как известно, таможенный союз. К чему бы это? Как вы знаете, Казах без понтов, это беспонтовый Казах, и, как пишут мои подписчики, что, ну, конечно, есть любители Skoda в Казахстане, но вот прямо на какую-то такую экспансию рассчитывать не приходится. А это означает, что все-таки эти машины поедут к нам, и вполне возможно, что цены будут примерно такие, как я назвал, а это уже, согласитесь, интересно. Так что, как было сказано на презентации нового Кодиака, Hello, India! Viewers here to India, hello to India! Hi to India! They're all there with us, yes. Hello, Vietnam! Welcome to Russia, мать вашу! И, кстати говоря, как пишут, опять же, мои подписчики, что производство в Казахстане стартует уже после Нового года. Так что вполне возможно, что в 2024 году какие-то Супербы к нам и приедут. Ну что же, вероятно, имеет смысл познакомиться с новинкой. Как вы знаете, первый Суперб появился в 1934 году, и, кстати говоря, он был полноприводный и с V8 под капотом. Ну, вероятно, у Skoda такой конфигурации уже больше никогда не будет. И сняли его с конвейера только в 1939 году. Естественно, в период Второй мировой этот автомобиль не производили. Далее пошли поколения МК-1, МК-2, МК-3 уже вместе с Volkswagen. И, честно говоря, на мой вкус, МК-1 и МК-2, ну, какие-то они были все равно. Что-то в них было не так. А вот МК-3, это, на мой взгляд, уже был реально крутой скоростной пирог, как переводят автоматические переводчики названия Суперб с китайских сайтов. И автомобиль действительно уже получился вот такой, как надо. МК-4, на мой взгляд, ничем не уступает. Кстати говоря, создан он на платформе MQB EVO, так же, как и новый Kodiaq, так же, как новая, ну, уже не новая, Octavia A8. И, таким образом, это уже совершенно другой автомобиль, не такой, как был до этого. Соответственно, изменился и дизайн. На мой взгляд, он ничем не уступает предыдущему поколению. Выполнен в духе времени. Выглядит действительно классно. Кстати, будет два кузова, в отличие от Volkswagen Passat. Будет Liftback и будет Universal. Ну, правильно, Liftback, это, наверное, самый интересный кузов для легкового автомобиля. Passat, типа, охвастать не мог. И, видимо, в Европе нет такого спроса, поэтому там сделали только Universal. А вот чехи оставили и Liftback, и Universal. Вместе с новым дизайном улучшилась и аэродинамика. Так, эффициент лобового сопротивления воздуха. Для Universal стал 0,25, а для Liftback аж 0,23. А, соответственно, это позитивно влияет, в том числе и на расход топлива при езде по трассе. Автомобили получили новые фары, все с тем же хорошо знакомым матричным светом. Здесь, конечно, топ-топовый, говорить вообще не о чем. Колесная база не изменилась, но Universal стал на 4 сантиметра длиннее, а Liftback всего лишь на сантиметр короче. Ну, как я понимаю, в принципе, это идет за счет бамперов. Друзья, знаете ли вы, что во Фрунинском районе Санкт-Петербурга есть станция технического обслуживания, которая называется НЕДИЛЕР? Почему так называется? Да потому что НЕДИЛЕР включает в себя все достоинства дилерского сервиса при отсутствии его недостатков. Автомеханики НЕДИЛЕР имеют более чем 7-летний опыт работы с автомобилями Шкода и Фольксваген. В работе применяется спецоборудование и программное обеспечение для диагностики и ремонта такой же, как у официальных дилеров. Производится кодирование ЭБУ, обновление ПО, активация скрытых функций и другие работы с электроникой, диагностика и ремонт мехатроников ДСГ. Всегда в наличии оригинальные запчасти и качественные аналоги по адекватным ценам. Вам не придется их искать самостоятельно и рисковать нарваться на подделку. Цены на 40% ниже дилерских, а за работой можно свободно наблюдать в открытой ремонтной зоне. НЕДИЛЕР сразу же называет цену и не навязывает лишнего. Рейтинг 5 звезд на Яндекс.Картах при более чем 200 отзывах. При применении промокода ШКОДА ПИТЕР и покупке моторного масла на станции, замена для вас будет абсолютно бесплатна. Станция находится по адресу Санкт-Петербург, улица Салова, дом 53. Суперб снова бьет все рекорды по размеру багажника. У Универсала он увеличился аж на 30 литров и стал 690 литров, а у Лифтбека увеличился на 20 литров и стал 645 литров. Кстати говоря, применено очень интересное решение. Теперь шторка багажного отделения в Универсале открывается и закрывается автоматически вместе с открытием и закрытием задней двери. Для обоих автомобилей доступны разные колесные диски, начиная с 17 диаметра и заканчивая 19. И максимальный размер колес 235 на 40 R19. Как и новый Кодиак, новый Суперб получил спереди плоский графический логотип с нашим любимым индейцем, а сзади новый текстовый лого во всю корму. Давайте перейдем к двигателям, а здесь их немало. Базовый мотор 1.5 TSI, который выпускается в Европе уже довольно-таки давно, вместо нашего 1.4 TSI. Но здесь он получил точно так же, как и в Кодиаке, мягкий гибрид. То есть в пробках трогаться будет как-то аккуратнее, будет экологичнее. Ну и, соответственно, обслуживать все это дело будет дороже, потому что появится 48-вольтовая батарея. Также будет 2-литровый TSI цикл Миллера, 204 лошадиные силы. Там никаких гибридов нам не обещают. И если предыдущие две модели были только на переднем приводе, то полный привод у Супербо также будет. И будет он вместе с двигателем 2 литра 265 лошадиных сил. Ну вообще совсем-совсем неплохо. Также в Шкоде не забыли и про турбодизели. Будет два двигателя, оба 2 литра TDI. Маленький, ну или более слабый, 150 лошадиных сил на переднем приводе. Более мощный, 194 лошадиные силы на полном приводе. Все перечисленные автомобили и имеют коробку передач DSG-7. Версия не разглашается, но я так подозреваю, что там будет DQ-381. Вряд ли они придумали что-то новое. По крайней мере, я об этом еще не слышал. Также, следуя верениям времени, появится подзаряжаемый гибрид PHEV. Под капотом у него будет полуторалитровый TSI-мотор, который вместе с электрической силовой установкой развивает 204 лошадиные силы. Емкость аккумуляторной батареи увеличена с 12,7 до 25,7 киловатт-часов. Благодаря чему запас хода на электротяге составит до 100 километров. В общем-то, совсем-совсем неплохо. Максимальная мощность зарядки переменным током выросла с 3,6 до 11 киловатт, а зарядка постоянным током может осуществляться до 50 киловатт. Но в Шкоде не забыли про бензиновую составляющую и поставили бак размером 45 литров, что на фоне конкурентов, мягко говоря, неплохо. Что же касается коробки передач, то в данном случае установлена DSG-6. Насколько я понимаю, она своя, специальная для гибридных автомобилей. Следующей серьезной инновацией Шкода называет новую адаптивную подвеску DCC+, такую же, как на новом Kodiaq, который имеет два клапана, и, соответственно, в комфортном режиме она будет еще комфортнее, в спортивном еще спортивнее, а в нормальном будет еще нормальнее. Да, шутка не нова, про Kodiaq я так уже шутил. Будет полюбившаяся всем суперби комплектация Lourine & Clement, а вот комплектации Sportline и Scout, к сожалению, не будет. Но при этом появится специальная опция, выбор подвески. Хотите на полтора сантиметра пониже, заказывайте спортивное шасси. Хотите на полтора сантиметра побольше, заказывайте пакет для плохих дорог. К нему, кстати, идут еще и дополнительные защиты днища. Давайте посмотрим, какие Шкоды предлагает нам цвета. Первый это ледяной чай, или ледяной зеленый чай. Второе это кармин ред. Я попробовал перевести это в переводчике, так и называется карминовый красный. Что это значит, хрен его знает. Следующий цвет кобальтовый синий, ну здесь еще как-то понять можно. Я долго пытался озвучить название следующего цвета, но, пожалуй, доверю это переводчику. Пурити-вайт, или чистый белый, на мой взгляд, выглядит очень сочно, для такси не подходит. Далее графитовый серый. Следующий цвет пебл-сильвер, что переводится на русский как серебристая галька. Как они себе это представляют? И энергичный синий. Ну, слава тебе, Господи, хоть одно нормальное название. Так как платформа у нас МКуби Эва, то ключ вполне себе нам знакомый. Такой же, как у Шкода Октавия А8. Ну что же, пришло время заглянуть в салон. Салон рыжевато-коричневый, из искусственной кожи. Надеюсь, что на ощупь она более приятна, чем в китайских автомобилях. И новые вставки под дерево. Такого дизайна я, честно говоря, еще не видел. Ну что же, давайте посмотрим, какие еще бывают варианты салона. Тот, о котором мы говорили, называется Сьют Коньяк. Также есть Сьют Блэк. Все это, судя по всему, кожаный салькантарой. Также есть Лаунж, похож на эко-материалы, хотя, опять же, мы здесь видим кожу. И Лофт. Ну, Лофт, понятное дело, что тряпочный. Сидение выглядит очень круто. У них явно регулируется длина горизонтальной подушки. У них, конечно же, есть обогрев, вентиляция, массаж. А также Шкода подумала и сделала специальную мягкую вставку на горизонтальной консоли, для того, чтобы водителю коленом было упираться в нее мягче. Но, честно говоря, супер по такого размера, что, наверное, и водитель должен быть такого же размера, для того, чтобы вообще, в принципе, в нее упираться. Руль уже привычный, хорошо знакомый, здесь нам ловить нечего. Интересные воздуховоды, похожие на решетку радиатора, располагаются по всей длине торпеда, до приборной панели слева и начинают мультимедиа до правого края. Панорамная крыша регулируется сенсором, точно так же к восьмом гольфе. Ну, такое себе, честно говоря, не знаю, зачем они отказались от кнопок, но регулируется, что называется, и регулируется. Так же, как и в Кодиаке, селектора переключения передач на привычном месте нет. Он переехал на рулевую колонку, и точно так же, как у Volkswagen ID, переключает передачи методом поворота. Но вот освободившееся место на горизонтальной консоли, на мой взгляд, использовали гораздо хуже, чем в новом Кодиаке. Есть площадка для заряда мобильника. Почему одна, почему было не сделать две площадки? Там прекрасно два мобильника рядом бы поместились. Но, слава богу, у беспроводной зарядки теперь есть вентиляция, то есть мобильник не будет перегреваться. Два разъема USB Type-C, привычные подстаканники с такими вот зубчиками. Надежно будут фиксировать кофе, можно открывать бутылки, в общем, все по-шкодовски. А вот подлокотник они испортили, испортили подлокотник. Он больше не регулируется по углу наклона, по вылету. Это была фишка Шкоды всю жизнь, вага вообще фишка. Нет же, они его сделали открывающимся и бесполезным. Но из плюсов там теперь есть отделение для очков, потому что если у машины панорамная крыша, то очечника сверху нет. И очки можно положить в подлокотник. Ну, хоть что-то. Пришла новая информация по нововведению Шкоды барашком Smart Dials, который позволяет регулировать температуру, а центральный барашек настраивается. Так вот, можно на нем настраивать до четырех функций. И в принципе можно убрать три и оставить там только драйв-мод и переключать режимы вождения. И тогда случайным образом, когда вам нужно включить спорт, вы не будете менять скорость вентилятора. Это уже большой-большой плюс. Мультимедиа может быть двух размеров, 10 и 13 дюймов, огромная, красивая, новая. Кто-то что-то писал, я помню про MIP-4. Я сегодня гуглил-гуглил, гуглил-гуглил, ничего не нашел. Есть у меня подозрение, что так как платформа MQB EVO, то и мультимедиа у нас все тот же MIP-3, но уже с новым интерфейсом и нового размера. У приборной панели новый дизайн. И что круто, когда вы, например, выбираете карту, которая выводится между колодцами, то на самом деле она открывается на всю приборную панель, а колодцы как будто бы накладываются сверху. Выглядит зачетно. Также в Superbe есть проекция на лобовое стекло. Это замечательно. Сзади, точно так же, как раньше был семейный пакет в Кодиаках, появились такие вот ушки откидные, так что пассажирам сзади можно будет спать, не портя себе шею. Хотя у Vaga, мне кажется, решение уже более интересное. Есть такие вот ломающиеся в кавычках подголовники. Почему не использовали такое решение, не знаю. Например, в китайском Тирамонте эти подголовники ломаются даже у водителя. Подстаканники в подлокотнике заднего ряда дополнили держателем планшета. Не знаю, насколько удобно будет этим пользоваться, но было бы интересно попробовать. Также сзади есть две розеточки USB Type-C и управление третьей зоной климат-контроля. Как и у Кодиака, у Superbo в Skoda Connect появились новые онлайн-сервисы, за которые, конечно же, нужно будет платить денежки и которые расширяют функционал информационной системы. Как это все будет работать, я, честно говоря, думаю, что мы не узнаем, даже если Superb приедет к нам. Просто вы не сможете оплатить эти приложения. Ну, есть и хорошо. В Китае, к сожалению, Skoda потихонечку сдает позиции, загибается, так сказать, и ни нового Кодиака, ни нового Superbo или скоростного пирога там не ожидается. Поэтому, если к нам эта машина и приедет, то только из Казахстана. Ну что же, наши дорогие соседи, не подведите. Мы очень на вас рассчитываем. Ну, а с вами был Евгений Славьев. Надеюсь, выпуск был интересный, надеюсь, был полезный. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»